Мы каждый год переселяем 3 или 4 дома. В основном это в Кировском районе, это район Большой Вавиловский, которого мы сейчас название придумали, которое я уже вижу с удовольствием прижилось, и Свердловский район. То есть 3-4 дома, как правило, у нас каждый год происходят. Большой трудностью является то, что требуется договориться с многим количеством разных людей. У людей это нормально, разные мнения, разные требования. У кого-то они сверхзавышенные, те остаются, как правило, напоследок. Ну то есть кроме денег еще много нервов. Основным драйвером именно работы с гражданами является департамент градостроительства. И он имеет право изымать помещение, предоставлять помещение, обращаться в суд на выселение, потому что застройщик, если частным способом расселяет, он лишен этой возможности. Он не может подать суд на гражданина, на собственника, заставить его выселить. Поэтому, естественно, эта схема, она очень выгодна и городу, и застройщикам, и гражданам. Потому что зачастую бывает так, что граждане, которые хотят переселиться из уже аварийного дома, становятся заложниками одной-двух семей, которые выставляют повышенные требования, и в итоге застройщик не может приступить к расселению. Мы должны обратить внимание на то, чтобы документация, которая выставляется на торги, была максимально прозрачной для того, чтобы не было никаких, минимизировать, точнее говоря, для сомнения в отношении объемов инвестиций, которые необходимы для реализации проекта. Подчеркиваю, что для меня очень важен проект, в первую очередь, с точки зрения того, чтобы дать возможность переехать людям, которые живут в аварийном жилье. И это является движущим мотивом в действиях администрации города. Но я понимаю, что этого не состоится, если инвестор не будет заинтересован в том, чтобы реализовать этот проект. Развитие застроенных территорий для строительных организаций Красноярского края, безусловно, города Красноярска, это очень интересный проект, поскольку развитие застроенных территорий предполагает обновление кварталов города, а где-то и целых микрорайонов. Вот сегодня, когда глава города интересовался, как застройщики, которые уже выявили аукционы, понимают развитие застроенных территорий, с какими они трудностями сталкиваются, уже для строительных организаций понятно, что нужно проблему застроенных территорий рассматривать в комплексе. То есть здесь снос аварийного и ветхого жилья, это отдельная государственная программа, которая реализуется в том числе и в городе Красноярске, достаточно успешно. Общее количество частного сектора одноэтажных многоквартирных домов в городе Красноярске располагается на 2100 гектарах. Это очень большая площадь, это 5% территории города Красноярска. Вот этот массив, нужно его сегодня осваивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова